Здравствуйте, дорогие девочки! Сегодняшнее видео будет про любовь. Рассказываю историю, которая послужила поводом записать это видео. Мы проводим программу Мисс Октябрь. Мисс Октябрь – это программа, когда составляется отдельный каталог женщин, которые хотят принять участие, и, соответственно, этот каталог предлагается мужчинам. То есть мужчины, пообретая этот каталог отдельный Мисс Октябрь, могут, соответственно, написать любой женщине, любой участнице и общаться с ней напрямую. То есть плюс в том, что мужчины сразу получают весь этот список контактов, им не надо платить за каждый контакт, и, соответственно, они с большей охотой, с большим желанием пишут разным женщинам. То есть смысл такой – выгода для всех. Девочки получают больше внимания, мальчики, соответственно, получают больше контактов. Так вот, одна наша дама пишет – ой, нет-нет-нет, вы знаете, вы меня в каталог не включаете, вот, потому что с января месяца после одной онлайн-вечеринки я общаюсь с вашим клиентом, и я не хочу, чтобы он знал. Январь, когда они на онлайн-вечеринке состыковались, потому что реального знакомства не было, это всё ещё вот как бы на уровне переписок. Январь, и получается сейчас у нас октябрь, 9 месяцев. 9 месяцев они переписываются, потому что граница открыта с мая, всегда можно встретиться где-то посередине. То есть есть варианты для встречи, но, тем не менее, 9 месяцев у них идёт какая-то там переписка, встречи ещё не было, но дама уже отказывается от участия в каких-то проектах, потому что он, не дай бог, о чём-то узнает. Очень часто про похожий запрос поступает, когда девушка с кавалером переписывается, встречи личной ещё не было, причём переписываются долго, иногда годами, и она просит либо анкету удалить, либо не показываетесь никому, либо у меня серьёзные отношения с вашим мужчиной, при том, что личной встречи не было. Девочки дорогие, ну вот если вы начали переписываться, ну вы можете, например, ну там месяц, ну может быть, если у вас там от фотографий какие-то у вас там эротические эмоции поднялись, вы можете, конечно, там какое-то время от других контактов отказываться. Но если 9 месяцев вы переписываетесь и знаете, что встречи, возможно, и у мужчины есть деньги, он мог приехать, но он этого не сделал, кого вы ждёте? Крошки мои, ну кого вы ждёте? Какое такое необыкновенное чудо должно случиться, если мужчина за 9 месяцев не доехал, почему он доедет на 10-й? Если у него были причины, если у него не было денег, у него был развод, он болел, кто-то у него умер, понятно, это отягощающие обстоятельства, которые, соответственно, могут отложить вашу встречу, да, то есть встреча может состояться позже. Но если мужчина свободный, с деньгами, без грудных детей дома, без собак, без кошек, и за 9 месяцев вы никуда не встретились, вы сидите такая, как Дуняшина, у окошка его ждёте, а встречи нет, ну, с очень большой степенью вероятности её и не будет. Не сидите, не ждите. Если вам нравится находиться в этих мечтах, в этих эмоциях, предкушать вашу встречу, ну, сидите, ну, вы так просидите ещё долго, понимаете? Ничего не изменится. У меня есть одна дама, которую она прислала историю на запрос, она 9 лет вот так вот сидит. Она думает, что они в отношениях, потому что они переписываются, они за 9 лет не встретились. Но не будьте вы, вот, извините, Дуняши у окошка, которая просто сидит, тратит своё время. Переписывайтесь, переписывайтесь, видео свидания, цветы он вам прислал, слава богу, замечательно, порадуйтесь, подарок прислал, слава богу, замечательно. Но не прекращайте поиски, ищите дальше. Не надо останавливаться. Вы остановиться должны на эксклюзивных отношениях, когда они эксклюзивные. А переписка – это не отношения. Переписка – это переписка. Как мужчины к этому большинство не очень много внимания уделяют или не поддают ценности. И так и вам советую. Письма – это письма, слова – это слова. Вот когда вы с ним встретились, когда вы его одеколом понюхали, когда вы носом в его небытую щетину ткнулись, вот тогда вы уже можете потихоньку сворачивать поиски, отказываться от других кавалеров. А пока вы за ручку его не подержали, и он вас за попу не ущипнул, ну ищите дальше, а. Ну не тратьте время. Знаете, как потом жалко, когда начинается, вот, я его ждала, так он тебя не просил. Не ждите, не ждите никого. Параллельно можно общаться с несколькими вариантами, и одно другому не мешает, мужчина же вас не сидит, не контролирует. А реальное отношение – это когда у вас была встреча. Пока встречи не было, это только переписка. Проводите грань отношения и переписка. Влюблённость и любовь. Искренний интерес мужчины, соответственно, встречи и последующие встречи. Или он просто с вами письменно общается, развлекается, не знаю, узнаёт о культуре и просто занимает своё время, потому что ему делать больше нечего. Девочки родненькие, пожалуйста, те из вас, кто сидят вот месяцами в этих переписках, проснитесь, ищите дальше, переписывайтесь дальше. Сложатся отношения с этим кавалером. Замечательно. Ну, а если не сложится, соответственно, у вас будут запасные варианты, с которыми вы можете построить, организовать и создать что-то реальное, а не только переписки. Я надеюсь, этим видео я, несмотря на свои эти ветры, натолкнула вас на какие-то мысли. Если у вас будут какие-то вопросы, если у вас какая-то непонятная ситуация, пишите мне всегда, я постараюсь вам ответить. Но я хочу, чтобы вы быстро поистроили, чтобы быстро нашли своего кавалера и не тратили свое время зае. Всем желаю хорошего дня и спасибо большое за внимание.